Добрый вечер! Добрый вечер! В эфире новости на телеканале CBC в студии Телли Гусейн-Задей. Вначале коротко о главном. В городе Хаджалы прошла церемония в связи с выводом российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджаном. Как сообщили в Министерстве обороны, процесс завершится в ближайшее время. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фитца в Ханглове, где проводилось выездное заседание правительства. Нападавшего уже задержали. Состояние премьер-министра оценивается как тяжелое. Представители США и ЕС буквально каждый день нападают на власти Грузии в вопросе обращения с демонстрантами. А в контексте Армении – гробовое молчание Запада. С таким замечанием выступил официальный представитель Медроссии Мария Захаровна. Турция и Азербайджан достигли соглашения о транспортировке туркменского природного газа. Данный шаг станет значимым клайдом в энергетическую безопасность многих стран региона. В Баку прошла встреча министров иностранных дел Азербайджана и Беларуси Джейхуна Байрамова и Сергея Олейника в расширенном составе. На встрече обсуждались перспективы стратегического партнерства между двумя странами в области экономики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сфер. Кроме того, состоялся обмен мнениями об инициативах по укреплению двусторонней и многосторонней повестки дням постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о проведении 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. До этого главы МИД двух стран провели встречу один на один. Наблюдательная миссия в Армении является инструментом гибридной войны Европейского Союза. Такого мнения придерживается заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, который он высказал в беседе с информационным порталом Ньюсру. Дипломат также заявил о необходимости скорейшего возобновления деятельности трехсторонней рабочей группы для разблокирования транспортно-коммуникационных систем и регионов с целью установления устойчивого мира на Южном Кавказе. Наблюдательная миссия ЕС в Армении уже фактически превратилась в полувоенную западную операцию с подключением стран-членов НАТО и сомнительными целями. Об этом в интервью информационному порталу Ньюсру заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, штат сотрудников увеличился как минимум в два раза. Также открываются новые опорные пункты. То, что миссия является инструментом гибридной войны Евросоюза, подтверждает её скрытность. Не подотчётность и не подконтрольность ни Армении, ни Азербайджану, ни другим заинтересованным странам и структурам. Миссия ведёт откровенно провокационную деятельность. Вовсю занимается антироссийской пропагандой, насаждением в армянском обществе ложных представлений о Евросоюзе как источнике безопасности и процветания Армении. Более того, деятельность Евросоюза приобретает всё более антиазербайджанский характер. По словам Галузина, ключом к процветанию региона Южного Кавказа является инклюзивный диалог. В частности, в рамках консультативной региональной платформы «Три плюс три» – поиск коллективных ответов на возникающие вопросы и противодействие геополитическому диктату вне региональных сил. Замминистр иностранных дел России также прокомментировал интенсификацию переговорного процесса между Баку и Ереваном. Говоря о встрече глав МИД в Казахстане, он подчеркнул, что таким образом был сделан ещё один шаг к достижению надёжного и долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Всецело поддерживаем усилия Астаны в этом направлении. Если обратиться к истории, то Казахстан внёс существенный вклад в разработку и принятие в сентябре 1991 года Железноводской декларации – одной из первых серьёзных попыток прекратить военное противостояние в зоне Карабахского конфликта. Важно, что контакты в Алматы идут в русле трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020-2022 годов, определивших дорожную карту по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Замглавы МИД также напомнил, что Россия выступает за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В этом, по его словам, заключается задача, созданная в 2021 году по решению лидеров России, Азербайджана и Армении, трёхсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трёх стран. При этом, как считает Галузин, в Ереване под давлением стран Запада приняли решение заморозить трёхстороннее взаимодействие в этом направлении. Российские миротворцы покидают Карабах. Вход жалы состоялась церемония, посвящённая выводу контингента временно дислоцированного на территории Азербайджана. Оборонное ведомство Азербайджана оказало им техническую и логистическую поддержку. Миссия подошла к концу. Российские миротворцы полностью покидают азербайджанские территории. В городе Ходжалы, где размещался штаб командования РМК, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое выводу российского миротворческого контингента из Карабахского экономического района Азербайджана. В соответствии с соглашением, достигнутым между президентами Азербайджана и России, было принято решение о досрочном завершении и выводе миссии миротворческого контингента с территории Азербайджана. Сразу после принятия решения, согласно соответствующему указанию Министерства обороны, для вывода личного состава, вооружения и техники контингента с территории Азербайджана, оказана необходимая техническая и логистическая поддержка. Итоги деятельности миротворцев подвёл первый заместитель командующего сухопутными войсками России. Евгений Никифоров отметил, что специалисты инженерных подразделений РМК выполнили важную задачу в процессе восстановления мира. Сапёрами от мин были очищены тысячи гектаров земли. Обнаружено и уничтожено более 30 тысяч взрывоопасных предметов. В активном сотрудничестве с конфликтующими сторонами был организован процесс обмена пленами. Удалось вернуть более 110 человек. Присутствие российских военнослужащих позволило достигнуть прекращения боевых действий, установления прочного мира на азербайджанской земле. Российские военнослужащие с честью выполнили все задачи, поставленные военно-политическим руководством нашего государства. Начальник генштаба азербайджанской армии Керим Вилиев, выступая на церемонии, напомнил о проведении азербайджанам антитеррористической операции, в результате которой незаконные армянские вооружённые формирования были окончательно выведены с территории страны. Сегодня, в этот знаменательный день, хотелось бы напомнить, что более трёх лет тому назад, в 44-дневной отечественной войне, под руководством президента Азербайджанской республики, главнокомандующего вооружёнными силами, наша страна завершила её полной победой и восстановлением территориальной целостности. За период проведения миссии миротворческий контингент выполнял свои задачи и обязанности и приложил усилия для обеспечения мира и стабильности на территории Карабахского экономического района. За время деятельности российских миротворцев было проведено более 350 совместных гуманитарных акций для помощи местному населению. Врачами была оказана помощь более тысячи гражданам. Ровно на пять лет был определён срок пребывания российских миротворцев в Карабахе. В дальнейшем их мандат мог бы быть продлён. Но Азербайджан вернул полный контроль над своими территориями гораздо раньше. И в работе миротворцев больше нет необходимости. В рамках церемонии, командующей миротворческими силами Российской Федерации в Карабахе, генерал-майор Кирилл Кулаков награждён российским орденом мужества. Также группа военнослужащих вооружённых сил Азербайджана и России была награждена медалями за заслуги в укреплении военного сотрудничества между двумя странами. В завершении была представлена концертная программа. Эсмирали и Вашимистан Мамедов, Рами Смиришли, Сибиси. Итак, Баку восстановил контроль над всей своей территорией, а Россия ещё больше укрепила свои отношения с Азербайджаном. Итоги миротворческой миссии в стране мы обсудим с нашим гостем Чингис Мамедов. Независимый эксперт к нам подключается. Здравствуйте, Чингис Мамедов. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Многие эксперты назвали решение ещё тогда, о досрочном выводе с территории Азербайджана и миротворцев, новым этапом в отношениях между Москвой и Баку. Как Вы считаете, действительно ли российско-азербайджанские отношения уже больше не будут, в наших отношениях больше не будет вот таких болезненных точек и вопросов? Конечно, это очень важное событие. Я должен сказать, что Вы помните, когда российские миротворцы возились на территорию Азербайджана, было очень много разговоров, даже внуки Азербайджана, что российские войска, куда они приходят, и они никогда больше не уходят. Но, наверное, утверждавшие это забывали один из принципов политики «Never say never», никогда не говори никогда. И вот теперь российские миротворцы покидают Азербайджан. Я хочу сказать, что Азербайджан много вещей делал впервые. Мы знаем, что первая женская школа на всём мусульманском востоте была в Азербайджане. Первая опера, первая демократическая республика. Я думаю, что это событие тоже войдёт в историю. И Азербайджан первая страна, откуда российские войска добровольно уходят, покидают Азербайджан. И я думаю, что диалектика развития диктует, что российские войска, наверное, будут уходить и с других стран, и с других мест. Но вот Азербайджан опять войдёт в историю, как первая такая страна, на территории которой нет российских войск. Я думаю, что это событие на самом деле историческое. И сейчас много разговоров о том, что меняется геополитика всего мира. И это событие является одним из важных элементов, важных звеньев этой цепи. Но надо сказать, что, в общем-то, российские миротворцы сыграли положительную роль. Вспомним события 2020 года. Мы помним, что Хань Кянли и оставшая часть Карабах, которая оставалась ещё под контролем армянских вооружённых сил, они были полны корреспондентам, в основном западных. Но не только. Там были российские корреспонденты, ангажированные, которые ждали наступления Азербайджана, какого-то кровопролития, и использовались это против Азербайджана, как очередной медийный ресурс. Но этого не произошло. Очень мудрое решение было принято. И российские миротворцы были размещены на территории Карабаха. И если оценить эти четыре года, они выполнили свою роль. Потому что потери среди гражданского населения были очень минимальны. То это были скорее случайные события. Если говорить о потере со стороны военных, то они в основном ограничились однодневными мероприятиями в сентябре 2023 года. И вообще за всё время наибольшие потери случились, как мы помним, во время этого пожара, который очень сомнительный пожар. И не хочется спекулировать на эту тему, но всегда говорят ищи, кому это выгодно. А выгодно было это тем, кто хотел, чтобы конфронтация между Арменией и Азербайджаном продолжалась, чтобы путь к примирению был бы нелёгким. Потому что в любом случае, когда проливается кровь, это создаёт дополнительные эмоции. В общем, самое кровавое событие – это пожар, который случился в сентябре 2020 года и к которому Азербайджан не имел никакого отношения, это случилось то ли по халатности, то ли ещё по каким-то причинам, не хочется опять спекулировать, по каким-то другим причинам. И вот теперь это событие было оформлено как торжественное мероприятие. Наверное, это соответствует духу времени, духу ситуации. Были награждены военнослужащие с обеих сторон. И я думаю, что это очень хорошее событие. Азербайджан не является сверхдержавой, но в этих трудных геополитических условиях Азербайджану удалось добиться своего суверенитета. Он построил очень правильное отношение со всеми сверхдержавами, с региональными силами и обеспечивает свои национальные интересы в этом сложном мире. Я думаю, что это кредит в пользу Азербайджана. На сегодняшний день, действительно, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, он может сам обеспечить свою безопасность. И такое же, безусловно, это понимание есть и у российской страны, вот как вы отметили. Но ситуацией, конечно же, воспользовались тот же Запад и Армения. Звучали самые разные интерпретации ситуации у всех наших недругов. Все-таки вот почему Запад изо всех сил пытается расшатать ситуацию в регионе? Ну, как заявил сам президент Азербайджана, теперь уже ясно, что Запад вместе, ну, все соотпредседатели минской группы на протяжении 30 лет делали все возможное, чтобы передать Карабах Армении. И я хочу подчеркнуть, на это довольно такое прямолинейное высказывание. До сих пор не последовало никакой реакции со стороны сопредседателями минской группы, потому что это настолько очевидно, что возразить, в общем-то, нечего. И стало ясно, что так называемые посредники, они преследовали свои сугубо национальные эгоистические цели в этом вопросе. И их не устраивает ситуация, когда Азербайджан становится все более и более суверенным, сам решает свои внешнеполитические вопросы, и у них все меньше и меньше остается ресурсов и возможностей для того, чтобы влиять на ситуацию в регионе и получать какие-то выгоды от этого. Я хочу еще раз подчеркнуть, и я об этом, кстати, моя первая статья на эту тему была написана еще в начале 2021 году, в котором еще тогда, если вы помните, когда Россия, в отличие от 90-х годов, когда она напрямую участвовала в агрессии Армении против Азербайджана, в этот раз Россия ограничилась только поставками вооружений, но напрямую не участвовала. Вот представьте себе, даже это уже представлялось как какой-то сговор между Россией и Азербайджаном. Я хочу подчеркнуть, что в настоящее время никакого сговора между Россией и Азербайджаном нет. Об этом даже не может быть и речи. Просто получилось так, что Азербайджан, как суверенное государство, не хочет, чтобы какие-либо посторонние силы влияли на ситуацию в регионе. Ни силы с севера, ни силы с запада, ни силы с юга. И благодаря, во-первых, своим вооруженным силам, своим демографическим, своим экономическим, своим политическим военным ресурсам Азербайджан в состоянии обеспечить свой суверенитет. И вот это не устраивает страны, которые привыкли, чтобы другие действовали по их указке, по их диктовке. И вот, естественно, это их раздражает. А для того, чтобы каким-то образом выражать свое раздражение, недовольство, вот выдумываются всякие истории, что якобы есть сговор между Россией и Азербайджаном. Повторяю, вообще стратегия Азербайджана, стратегические и исторические интересы Азербайджана лежат в организации тюркских государств. Об этом заявляло и руководство Азербайджана. Это перспектива Азербайджана. В этом будущее Азербайджана. И организация тюркских государств будет играть все больше и больше роль на исторической арене. Другое дело, что есть тактические интересы. Сейчас Россия тоже не заинтересована в том, чтобы Запад внедрялся на Южный Кавказ. Азербайджан тоже заинтересован. И это вот совпадение интересов. И здесь нет ничего, как говорится, криминального, ничего предуслительного. И этому только стоит радоваться. Вообще удивительно, почему Запад, который на словах все время выступает за суверенитет, за защиту национальных интересов, вдруг раздражается от того, что Азербайджан защищает свои национальные интересы. Этому только радоваться надо, я думаю. Спасибо. Спасибо большое за ваш комментарий. Чингис Мамедов, независимый эксперт, к нам подключался. Спасибо. До свидания. Реакция Запада на протесты в Грузии и Армении поражает своей стабильностью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, американские и европейские средства массовой информации всячески раскручивают демонстрации в Грузии. В то время как многотысячные протестные акции в Армении, западные мейнстримы их как будто буквально затушевывают. Участников протестных акций в Грузии выставляют героями, а события в Армении подают как неотражающую волю армянского народа и руководимой извне. Посмотрите, официальные представители США и Евросоюза буквально каждый день нападают на власти Грузии за якобы жестокое обращение с демонстрантами. Делается это по-разному. Рассказывают о том, что власти Грузии идут в разрез с ценностями США, что все это им не поможет вступить в Европейский Союз. Ну то есть на все лады запугивают, стращают, обращая внимание на, еще раз процитирую их, жестокое обращение с демонстрантами. Что мы видим в контексте Армении? Гробовое молчание с Запада на фоне проводимых в Армении массовых задержаний. Там применяется в том числе и грубая сила. Как будто выключили Запад из вот этой повестки. Включили только одну, так сказать, ноту, а все остальное как будто не происходит. Например, министра Словакии Роберта Фитца совершили покушение. Неизвестный выстрелил в него несколько раз, когда пример вышел к общественности после заседания правительства республики. Информацию о происшествии распространили словацкие СМИ. Сообщается, что состояние политика очень тяжелое. Его доставили в больницу в Братиславе на вертолете. Стрелявший задержан. О мотивах преступника информации пока нет. Роберт Фитца официально вступил в должность премьер-министра Словакии 25 октября 2023 года. Он стал премьером страны в четвертый раз. Фитца является основателем и председателем партии направления «Социальная демократия». Кыргызстан и Азербайджан намерены сотрудничать с военно-технической сферой. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его мнению, такое сотрудничество является весьма перспективным и необходимым. Какие варианты взаимодействия в данной области возможны и как военно-техническое партнерство скажется на уровне безопасности двух стран, расскажет наш корреспондент в Кыргызстане Екатерина Токамбаева. Активную кампанию по вооружению Кыргызстан начал в 2021 году после военного конфликта, который вспыхнул в апреле того же года на госгранице с Таджикистаном. За два с половиной года Кыргызстан приобрел беспилотники «Байрактар», «Акэджи», «Аксунгур», бронеавтомобили «Тигр», вертолет, Ми-17, Б-5 и Ми-17. Современные средства связи, стрелковое оружие, противотанковые и вертолетные боеприпасы. За эти годы Кыргызстан потратил на вооружение 1 миллиард 700 миллионов долларов. Главные военно-технические союзники республики – Россия и Турция. Но страна видит большие перспективы взаимодействия в данной сфере с Азербайджаном, своим стратегическим партнерам. Об этом президент Кыргызстана Садар Джапаров недавно заявил в прессе. Заявление Садара Нургаджовича по поводу развития военно-технического сотрудничества с Азербайджаном, конечно, будет в лучшую сторону. Почему? Потому что Ельхан Гейдарович, он тоже реформатор, он тоже придя к власти, он достиг очень больших успехов на этом месте президентском. Поэтому думаю, что если это направление будет развиваться, думаю, есть здесь очень большой потенциал, тем более в современной геополитической запутанной ситуации, конечно, это будет укреплять умиротворение, как бы это странно ни казалось. В свежем международном рейтинге армии за 2024 год по версии Global Firepower, которая включает в себя более 60 критериев, начиная от финансирования и заканчивая логистикой, азербайджанская армия заняла 69 место. Кыргызстан же уступает на 21 позицию и стоит на сотом месте. Сотрудничество в военно-технической сфере со столь сильным партнером для Кыргызской республики явно будет полезным. Конечно, Азербайджан является страной, которая имеет большие возможности финансовые, естественно, они за последние 30 лет у них развито, военно-техническое сотрудничество, к примеру, с Турцией и с другими странами. Думаю, что нам это будет очень полезно, потому что все-таки стабильность – это первая задача руководства страны. И техническое оснащение Министерства обороны Азербайджана, конечно, оно для Кыргызстана может послужить таким вот хорошим потенциалом для развития состояния нашей обороны. В 2022 году Азербайджан и Кыргызстан уже обсуждали варианты военно-технического сотрудничества. Тогда переговоры проходили между послом Кыргызской республики в Азербайджане Кайратом Османалиевым и министром обороны промышленности Азербайджанской республики Мадатом Гулиевым. Стороны обменялись мнениями о возможностях экспорта продукции оборонного назначения, производимой на подведомственных предприятиях Министерства обороны промышленности. Но Кыргызстану тоже есть что предложить Азербайджану. В стране функционируют заводы, которые в советское время производили боеприпасы и продукцию военного характера. Некоторые из них и сейчас осуществляют поставки в страны ЕАЭС. Эти заводы функционируют, конечно, не в тех объемах. В советское время, скажем, машиностроительный завод, так называемый завод имени Ленина, он был крупнейшим предприятием Кыргызстана и имел важнейшее значение для всего Советсоюза. Стицпереборы Достан тоже, вы знаете, там производятся торпедные продукции. И это и сегодня актуально. Причем у нас есть Иссык-Коль, а у них Каспийское озеро на самом деле. Это как раз продукция для именно таких водоемов, а не для океанских. Кыргызстан может быть интересен для азербайджанской военной промышленности как поставщик сырья. Сурьминой потенциал страны оценивается в 264 тысячи тонн. На данный момент Кыргызстан и Азербайджан сотрудничают в сфере подготовки военных кадров на базе профильных учебных заведений Азербайджанской республики. Как отметил глава Кыргызстана, страны намерены и далее взаимодействовать в военно-технической сфере, для чего необходимо совершенствовать договорно-правовую базу по данному направлению сотрудничества. В интервью китайскому агентству Синьхуа президент России Владимир Путин подчеркнул, что каждая его встреча с председателем КНР Си Цзэмпином – это не только общение давних друзей, но и обмен мнениями по самым актуальным вопросам. Он также отметил успехи в торгово-экономическом взаимодействии двух стран, упомянул о тесном сотрудничестве в инновационных областях, а также рассказал о целях председательства России в БРИКС. Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня. И несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться. За три четверти века нашими странами пройден большой и временами непростой путь. Нами в полной мере учтен исторический опыт наших отношений на разных этапах их развития. Сегодня мы понимаем, насколько мощный импульс всестороннему стремительному развитию дает сопряжение взаимодополняющих преимуществ. Российско-китайские отношения можно характеризовать как многогранное стратегическое партнерство, которое в последние годы набрало новую динамику. Эти страны активно сотрудничают в политической, экономической и военной сферах. В военной сфере Россия и Китай углубляют своё сотрудничество через совместные учения, обмен технологиями и военными знаниями. Это сотрудничество помогает обеим странам укрепить свои оборонные способности и повысить уровень взаимопонимания между военными структурами. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот. Был 87 с небольшим, сейчас уже под 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей. Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа и нефти в Китай, что подкрепляется рядом крупных контрактов и строительством трубопроводных систем, таких как «Сила Сибири». Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в таких областях, как авиастроение, космическая индустрия и высокие технологии. Таким образом, российско-китайские отношения остаются одним из ключевых элементов международной политики, демонстрируя модель взаимовыгодного партнёрства в различных сферах. Впервые Азербайджан принял участие в региональном семинаре специального комитета по деколонизации СИ-24 по вопросам применения декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Выступивший на мероприятии сотрудник отдела по вопросам внешней политики администрации президента Фарид Салтанов рассказал о поддержке Азербайджанам народу в борьбе с колониальной политикой. Азербайджан очень обеспокоен продолжением политики колониализма в 21 веке и усилением тенденций новых её проявлений. Об этом заявил сотрудник отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Фарид Салтанов на семинаре специального комитета по деколонизации СИ-24 по вопросам применения декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Посолам Фарид Салтанова шаги, предпринятые Азербайджаном в борьбе с колониальной политикой в последние годы, вызвали доверие у многих, включая заморские территории Франции и государства, страдающие от неоколониализма. В этой связи он обратил внимание участников встречи на обращение президента Азербайджана к участникам мероприятий, организованных Бакинской инициативной группой в октябре и ноябре 2023 года в Баку. Он выразил уверенность, что эти обращения, распространённые в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН, могут внести вклад и в деятельность Комитета Си-24. За последние 10 месяцев Бакинская инициативная группа выступила организатором около 10 международных конференций. Три конференции прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене. Кроме того, одна конференция была проведена в Стамбуле, а остальные прошли в Баку. Бакинская инициативная группа также приняла участие в третьей конференции парламентской сети движения «Неприсоединение» в качестве специального гостя 25 марта этого года. В мероприятиях активно участвуют сторонники независимости Новой Каледонии, французской Полинезии, французской Гвианы, Мартиники, Гваделупы и других, как в Азербайджане, так и за рубежом. Фарид Салтанов отметил, что Азербайджан подтверждает свою заинтересованность в тесном сотрудничестве со специальным комитетом Си-24 и призвал к сотрудничеству с Бакинской инициативной группой. Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года. В Баку участниками конференции «Полная ликвидация колониализма» в рамках заседания министров Координационного бюро движения «Неприсоединение» под председательством Азербайджана. БИК поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в 21 веке. Жаля Гусейнова, Сибиси. На железнодорожном вокзале в Баку проходит фотовыставка под названием «Исключительное наследие Гейдара Алиева». Мероприятие посвящено 50-летнему юбилею одного из самых масштабных проектов в истории железнодорожного строительства Байкала-Амурской магистрали. Выставка организована закрытым акционерным обществом «Азербайджанские железные дороги». На фотографиях запечатлены самые яркие моменты большой стройки, в том числе общение общенационального лидера Гейдара Алиева со строителями БАМ. Полномасштабное строительство БАМа протяженностью 4300 километров сортовало в апреле 1974 года при участии более двух миллионов человек. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдара Алиев, возглавлявший комиссию по строительству Байкала-Амурской магистрали, внес исключительную лепту в успешное завершение этого грандиозного проекта. В Баку состояли широкомасштабные комплексные учения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, организованные Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Подготовка прошла на машиностроительном заводе в Сурраханском районе столицы. В штабе, предназначенном для учения, состоялось совещание, где была отмечена важность гражданской обороны во время чрезвычайных ситуаций. В учениях приняли участие воинские части сил гражданской обороны МЧС, где были отработаны навыки ведения разведки при условном землетрясении, пожаре и других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, на учениях были продемонстрированы введения спасательных работ в зоне условного разрушения, оказания первой медицинской помощи пострадавшим, их эвакуация в безопасное место. При совместной организации МЧС и Бакинского регионального центра проведены комплексные учения в соответствии с планом подготовки на 2024 год. Цель обучения является обеспечение эффективного выполнения мероприятий гражданской обороны по организации защиты населения и территорий пречезвычайных ситуаций. Принятие своевременных и правильных решений по управлению силами гражданской обороны, а также дальнейшее повышение эффективности. Отмечу, что учение прошло успешно. Основной целью учения было поддержание сил МЧС в состоянии повышенной готовности в отношении вопросов обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан. Всего в комплексных учениях было задействовано порядка 400 человек личного состава и около 100 единиц техники. Ну и переходим к новостям экономики. Продолжит моя коллега Нигиар Ахманова. Нигиар, добрый вечер. Что у вас нового? Вот свидетельством о переходе на зеленую энергетику в основном служит предпочтение страной энергии солнца, ветра, воды. Именно эту картину мы наблюдаем в Карабахе. Об этом и открытие сельхозвыставки в Баку расскажу в экономической рубрике. Одним из ключевых направлений развития сектора возобновляемых источников энергии Азербайджана увозначено превращение освобожденных от оккупации территорий в зону зеленой энергии. Карабахский экономический район является одним из основных регионов страны, где формируются местные водные ресурсы. Стоит подчеркнуть стремительные темпы возрождения гидропотенциала Карабаха, особенно с учетом колоссального ущерба, нанесенного армянскими оккупантами водных и энергетической инфраструктуре региона. Весомая роль в развитии возобновляемых источников энергии в Азербайджане отводится освоению гидропотенциала страны. Причем сегодня ключевой акцент сделан на строительстве малых ГЭС Карабахском регионе. Так недавно в Лачинском районе были введены в эксплуатацию две малые гидроэлектростанции – Забох и Гаргашлак. Для интеграции освобожденных от оккупаций территориях Азербайджана в энергосистеме этого региона были построены новые подстанции. Проложена 35-километровая линия электропередачи. Благодаря прокладке оптического кабеля станции интегрированы в централизованную систему СКАДа – энергосистемы страны. В итоге, наряду с возможностями цифрового интеллектуального управления, проведение оперативного мониторинга и анализа, обеспечена доступность контроля за станциями из Баку. В то же время в Лачинском районе были реконструированы и введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции Мишни мощностью 8 с четвертью мегаватта и Алхаслы на 6 мегаватт. На малой гидроэлектростанции Забух в год будет вырабатываться 8-9 миллион киловатт-часов зеленой энергии. Реализованные и планируемые к реализации проекты зеленой энергетики на территории Карабахского и Восточно-Зангизурского экономических районов имеют общую мощность 1100 мегаватт, что в 12-15 раз превышает текущую потребность регионовой электроэнергии. Мощность малой ГЭС Забух установлена 2,8 мегаватта, а ГЭС ГАРГЭШЛАК – 4 мегаватта. На электростанции ГАРГЭШЛАК будет вырабатываться 11-12 миллион киловатт-часов зеленой энергии в год. В общей сложности в регионе будут функционировать 72 малые гидроэлектростанции общей мощностью 467 мегаватт. Согласно данным Азерэнержи, в 2024 году будут введены в эксплуатацию еще 12 малых ГЭС. Несмотря на переменчивый климат и труднопроходимый рельеф региона, менее чем за три года здесь были реконструированы или заново отстроены 28 гидроэлектростанций общей мощностью 226 мегаватт, а на четырех гидроэлектростанциях общей мощностью 44 мегаватта. Устанавливается оборудование и идут наладочные работы. В 2024 году, который объявлен годом солидарности во имя Зеленого мира и когда Баку примет КОП-29, планируют создать в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 мегаватт. Потребности региона в генерирующих мощностях к 2040 году спрогнозированы в объеме 1000 мегаватт. Учитывая объемы запланированных к реализации проектов «Зеленой энергии», это полностью обеспечит регион «Зеленой энергии» сроком на 20 лет. Баку в очередной раз собрались представители сельского хозяйства и пищевой промышленности различных стран. Сегодня в Баку открылись выставки «Каспиен Агра» и «Интерфуд Азербайджан». Экспозиции служат платформой, где формируются важные партнерские отношения. Отечественные и зарубежные представители агропромышленного комплекса, пищевой индустрии, производители и покупатели сельхозпродукции, фермеры сегодня встретились на единой площадке. В столице Азербайджана в экспоцентре начала работу 17-я международная выставка «Каспиен Агра» и 29-я международная выставка «Интерфуд Азербайджан». В церемонии торжественного открытия приняли участие министр сельского хозяйства Азербайджана Медждун Мамедов, уполномоченные государственных ведомств Белоруссии, Узбекистана, представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, также главы местных и международных агентств и компаний. «Наше агентство оказало поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в организации стендов на этих выставках. В основном это представители пищевой индустрии. Здесь представлена молочная продукция, рисовая, продукция пчеловодства. Нашей целью является создать условия предпринимателям для налаживания деловых и партнёрских отношений». В рамках выставок проходят двусторонние деловые встречи B2B и B2D. Здесь представители местных и иностранных компаний могут обсудить пути взаимодействия. Также есть возможность встретиться с представителями государственных учреждений. «От имени агентства пищевой безопасности на нашем стенде сегодня демонстрируется достижение агентства за последние несколько лет. А также у нас имеется при нашем стенде отдел VR-технологий, где с помощью VR-очков в режиме виртуальной реальности можно посмотреть наши лаборатории, институты пищевой безопасности, познакомиться с их инфраструктурой и техническим обеспечением. А также на открытом воздухе в соседнем павильоне нами представлена фитосанитарная мобильная лаборатория палаточного типа». Каспиан Агро и Интерфуд Азойбадин служат платформой, на которой формируются важные партнерские отношения. В масштабном мероприятии участвуют множество компаний из разных стран. В текущем году в Баку экспоцентре впервые открылся новый четвертый зал в открытом пространстве. «Наша компания уже второй раз принимает участие в данной выставке, выставка каждым годом увеличивается и увеличивается, и посетители, и стенды, и видно, что выставка расширяется. Поэтому в этом году у нас есть представители в Азербайджане, но в этом году планируем уже заходить в крупные сети азербайджанские. У нас есть пару для этого назначенных встреч. Поэтому Азербайджан, во-первых, это наш добрый сосед. Азербайджан – это хороший рынок, и логистика тут рядом недорогая, поэтому питаемся, чтобы грузинская продукция, наша продукция присутствовала на азербайджанском рынке». «Выставка сейчас очень интересная, рынок Азербайджана для нас очень интересным был и будет, потому что здесь менталитетно очень похожа с нашими среднеазербайджанскими тенденциями и традициям. В итоге в выставках планируется составить договоры, меморандумы и также новые поставки в рынок Азербайджана». «Рынок Азербайджана нам очень интересен, мы его считаем перспективным и в подтверждение этих слов мы на этой выставке заключаем контракт с новым партнером, в результате чего нашей продукции на рынке Азербайджана станет еще больше». «Кроме того, в презентационной зоне выставки Министерством сельского хозяйства Азербайджана организован международный форум аграрных инноваций. На выставке более 30% всех участников составляют новые местные компании, которые представляют продукцию под брендом Made in Azerbaijan. Турция и Азербайджан достигли соглашения о транспортировке туркменского природного газа. Это, в свою очередь, принесет значимый вклад в энергетическую безопасность в регионе. Подробности в следующем материале. «Партнерство между Азербайджаном и Турцией является значимым положительным вкладом в энергетическую безопасность многих стран региона. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Амикайел Джабаров на пресс-конференции с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве в области природного газа. Это партнерство приносит выгоду не только Турции и Азербайджану, но и другим странам региона. Сотрудничество способствует укреплению энергетической безопасности, развитию и стабильности государств во многих регионах. Необходимо отметить, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан играет ключевую роль не только для Азербайджана и Турции, но и для других стран. С вовлечением братских тюркских государств и их энергетических ресурсов это становится ещё одной новой волной единства в нашем тюркском мире. Данное соглашение обеспечит не только поставки энергоресурсов Азербайджана, в первую очередь природного газа в Турцию и на европейские рынки, но и поспособствует поставкам ресурсов из Центральной Азии на турецкий рынок и в дальнейшем на мировой рынок через территорию Азербайджана. «Это предоставляет нам основы для осуществления проектов с долгосрочным и стратегически значимым экономическим и политическим влиянием. Я хочу выразить глубокую признательность всем, кто поддерживал эти инициативы. Сегодня Азербайджан активно предоставляет энергоресурсы государствам региона. Наша солидарность играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы». Азербайджанский министр особо подчеркнул важность проекта Игдар Нахчеван, который имеет решающее значение для энергетической безопасности страны, а также укрепление турецко-азербайджанского братства. Кроме того, Амикэл Джабаров рассказал об инвестициях Азербайджана в турецкую экономику. «Мы планируем начать проект обновления ПЭТКИМ в ближайшие месяцы и выражаем признательность всем нашим партнерам за их поддержку в этом важном деле. Уверены, что это станет значительным вложением в турецкую экономику, дополняя ранее реализованные проекты. Реализация таких инвестиций является результатом процесса стабилизации в турецкой экономике». Две страны совместно реализовали множество проектов, в том числе трубопровод Баку-Тбилиси Джейхан, в свою очередь отметил турецкий министр. Этот нефтепровод играет важную роль в поставках азербайджанской нефти, а также нефти из Каспийского региона и Кавказа в Турцию и через Турцию на мировые рынки. Алпарслан Байрактар подчеркнул, что это важно для обеспечения стабильности мировых поставок нефти. Также напомнил о совместных проектах, таких как газопровод Баку-Тбилиси Эр-Зурум и проект ТАНАП. «Совместно с проектом трубопровода ТАНАП, общая протяженность которого в нашей стране составляет 1811 километров, входящего в южный газовый коридор, мы создаем самый длинный газопровод в Европе. В период, когда мир сталкивается с многочисленными кризисами, такими как пандемия, изменение климата и геополитическая напряженность, наши две страны, несмотря на что, продолжают инвестиции. Турция и Азербайджан делают значительный вклад в обеспечение нашей собственной энергетической безопасности и безопасности энергопоставок в Европу. Подписание нынешнего соглашения и предыдущие договорённости о природном газе поднимают наши отношения на новый уровень». Турецкий министр отметил, что новый и значимый вопрос заключается в том, что благодаря новому соглашению стороны создали основу для транспортировки природного газа из Туркменистана в Турцию через территории Азербайджана и Грузии. Эллада Мамедова, Сабина Мурадова, Сибиси. Деградация земель является одной из наиболее серьезных проблем планеты. Почва играет важную роль, обеспечивая по разным оценкам производство около 95% всех продуктов питания. Данная проблема представляет собой огромную угрозу сельскому хозяйству. Можно ли её решить или стоит рассмотреть альтернативные варианты? Все ответы в нашем следующем материале. На протяжении последних десятилетий земля проходит через сложные испытания. Серьезной проблемой становятся разные виды деградации почв – от засоления до опустынивания. С ними сталкиваются многие регионы в разных странах, что приводит к ухудшению качества почв и снижению их плодородия. Деградация земель и сокращение водных ресурсов наносит большой вред развитию сельского хозяйства. Это происходит на фоне климатических изменений. Для Азербайджана также серьезное значение имеет вопрос водного баланса, поскольку сельское хозяйство страны зависимо от внешних ресурсов. Один из способов эффективного предотвращения таких процессов – это правильное управление имеющимися водными ресурсами и повышение эффективности водопользования. Естественно, этого можно достичь за счет правильного распределения воды среди фермеров. Кроме того, имеются передовые практики предотвращения деградации земель и повышения производительности. Мы притворяем в жизнь различные проекты. Основная цель – обучение фермеров тому, как повысить производительность земли за счет демонстрационных пилотных проектов. Мы стремимся привести в Азербайджан передовые мировые практики. Климатические изменения неблагоприятно влияют на урожайность определенных растений. Данную проблему не решить за счет изменения структуры высаживаемых культур, уверен эксперт. К примеру, существуют жароустойчивые виды. Их проверяют на практике и уже потом используют в северообороте. В конечном итоге, если прогнозируемые изменения климата всё же произойдут, особенно в отношении повышения средней температуры, можно будет рассматривать структуру использования некоторых продуктов по стране. Например, как вы знаете, Азербайджан является хлопководческой страной. Хлопок является стратегической культурой, но также это культура, которая требует много воды и растет при определенных жарких температурах. Однако всё это вопросы, которые будут определяться опытом, дискуссиями и научными исследованиями. Как представительство сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане, мы готовим проекты, связанные с устойчивым развитием сельского хозяйства и продвижением вопросов продовольственной безопасности в стране. ФАО также рассматривает инициативы для освобождения территории Азербайджана. В настоящее время представительство организации обсуждает с Министерством сельского хозяйства вопросы, связанные с рекультивацией и восстановлением почв в этих районах. Очень важно правильно спланировать использование земли, чтобы в дальнейшем страна могла вести восстановительные работы, опираясь на имеющиеся ресурсы. «Мы начали с небольшого проекта в селе Агалы Зангеландского района. Основная цель проекта – просвещение наших граждан, фермеров, которые вернулись в село. Ведь они долгое время жили в городах, и их сельскохозяйственные знания и опыт могут быть забыты. Это общая цель проекта, которая состоит в том, чтобы восстановить знания людей, возвращающихся в сельскую местность. Как вы знаете, технологии изменились за эти годы. И в рамках сотрудничества планируется обучить их новым технологиям. А затем сделать небольшой проект, призванный продемонстрировать фермерам эффективность этих современных технологий». В будущем ФАУ готова внести свой вклад в устойчивое развитие сельского хозяйства во всех регионах Азербайджана, а также в Карабахском и Восточно-Зангезурском. Для этого организация готова объединить с властями усилия по внедрению и применению мирового опыта. В 9-часовом выпуске экономической рубрики расскажу о новых подробностях восстановительных работ в Лачине. А пока на этом все. В Телли. Спасибо. Спасибо, Нигиар. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова